Ровно год назад увидели свет книги, посвященные подвигу бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Автором вот этой идеи и этого проекта выступил Николай Федорович Иванов, председатель правления Союза писателей России, писатель и публицист, военный журналист, писатели со всей страны, из Донецка, из Луганской народной, объединились в одном творческом порыве. И буквально за небольшой короткий срок создали новую яркую страницу истории отечественной поэзии. Стихи из огня – название одного из сборников. Также решили назвать и поэтический вечер, который прошел в Центральной библиотеке. Это очень важное мероприятие. Мы должны поддерживать наших военных. Мы привезли как современные стихи, так и стихи, посвященные Великой Отечественной войне. А также будут исполнены и песни на эту тему. На поэтическом вечере выступили поэты, авторы-исполнители и музыкальные коллективы, представляющие различные муниципалитеты Подмосковья. Понятна истина вдвойне, когда идешь по краю бритвы, лишь оказавшись на войне, я понял силу той молитвы. Центр города – целится враг наш незримый, центр сердца пробит тем, кого я любила. Не осталось эмоций, лишь время потери. Под облаками такими волнующими зыбкими. В этой небо влюбиться нам всем суждено. Идея организовать поэтический вечер появилась во время проведения мероприятий 16-го съезда Союза писателей России, которые прошли в Видном. Время диктует нам говорить о том, что волнует людей, потому что человек, который держит в руках микрофон, это накладывает на него определенные обязательства. Всегда говорить о том, что мы должны быть все вместе и только когда мы едины, мы непобедимы. Ну и, конечно, еще очень важно в наше время синтезировать улыбки людей. Все прозвучавшие в этот вечер стихи объединяет одно – гражданская позиция поэтов в отношении специальной военной операции на Украине. Я глубоко лиричный поэт. Я пишу о любви, о весне, о счастье, о молодости, о мужчинах и женщинах, об отношениях. И только когда что-то трогает за сердце, мимо которого просто нельзя пройти, вот это просто выливается в такие горькие строки. Подготовка к поэтическому вечеру велась два месяца. Каждый исполнитель постарался сделать все, чтобы создать в зале особую атмосферу. Подбираем под тематику, которая сегодня есть. Эту программу мы специально для вас готовили и думаю, что она должна вам понравиться. Жизнь у нас сейчас не очень легкая, не совсем веселая, поэтому нужно нести на собственном опыте, доводить поэзию, которая вечно. Еще одна причина, по которой этот вечер прошел именно здесь, состоит в том, что в прошлом году Союз писателей России присвоил Видному звание «Литературный город России». Максим Козлов, Юлия Антонова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.